Всем привет! Прошло 9 дней с момента последнего видео, и мы посмотрим, как подросли наши томаты на подоконнике. Я выращиваю томаты и огурцы на подоконнике. Томаты выращиваю в течение нескольких лет, огурцы впервые. Перед нами сорт «Балконные чудо». Мне кажется, на самом деле это «Балконные чудо». Посмотрите, какие гроздь цветов на них. Как они цветут обильно. Крепкие. Появились пасынки. Здесь у меня 5 горшочков. Они так до самого конца и будут расти здесь. То есть, площадь останется та же, горшочки те же. И в этом видео я покажу вам, какие пасынки я оставлю. Буду удалить пасынки. Внутри пасынка на каждом из них оставлю. Буду делать выбор. Рассмотрим. Рассмотрим вот это растение. Вот этот горшочек. Вот самый большой. Самый большой. Три штучки оставлю. Ствол, лист, пазух. Самый большой пасынок останется. Это останется первый. Затем вот здесь вот второй. Он самый большой. И вот останется вот этот третий. Вот у нас маленький. И я его удалю. Я его удалю высотой, вот видите, вот так вот. Где-то на полтора сантиметра оставлю. Вот это срежу. Таким вот образом проверю еще разочек. Стоп, еще разочек. Здесь у нас есть. Один, два, три, четыре. Опа! Многовато получается. Удалю вот этот вот. Я оставлю всего три. Значит, я удалю более слабые. Самые маленькие. Оставлю пенечек полтора сантиметра. Это я уберу. То же самое проделаю с другими. То же самое с другими. Самый большой, самый крепенький. Останется слабенький. Удаляю. Все, больше нет. Нет, есть. Вот здесь, в глубине еще здесь есть. Вот здесь. Удаляю. То же самое проделаю и с этим. Так, видите, самый большой он вверху оказался. Здесь можно подождать еще. Вот в этом растении можно подождать. Не видно, да? Не видно. Видите, они еще маленькие здесь. Я подожду маленько. Заглянем сюда. Так, вот самый крепенький. Самый-самый. Удалим вот этот. И вот эти три остались. Так, здесь. Совсем крохотные. Я подожду, когда они подрастут. Этот сорт Балконное чудо. А сейчас мы с вами посмотрим на другом подоконнике сорт Пиноккио. Это второй подоконник. И на этом подоконнике сорт Пиноккио. Да, растения крепкие. Низенькие. Они немного подросли. Теперь высота их, я не знаю, сантиметров 12, наверное, всего. Я вам скажу, что особого восторга не вызывает. И по той причине вы посмотрите, какие маленькие цветы. Мелкие-мелкие. Прям совсем крошечки. Прям совсем крошечки. Представляю себе, какие будут плоды. Внешне, конечно, они выглядят замечательно, крепенькие. Большая вероятность, что они подрастут еще. Но рекомендовать их, сказать, сажайте, я от них результата большого и не жду лучшего. Даже если это подоконник, даже если мы хотим собрать какой-то, получить урожай, конечно, мы хотим его получить максимально. Не будем сравнивать урожай на подоконнике с урожаем открытого грунта. Это совершенно разные. Совершенно разные пространства. Результат совершенно разный. Но тем не менее, но тем не менее, надо учитывать. Сорт «Балконные чудо», конечно, восхищает. Я впервые его сажаю. Впервые сажаю. И этот сорт. Ну вот пока такое сравнение. А это уже третий подоконник. И на нем будут расти огурцы. То есть они уже растут. Сорт «Балкончик». Друзья мои, сразу могу сказать, рекомендую. Посмотрите, какая красота. В пакетике было 6 зернышек, 6 семечек всего. Из 6 взошло 4 всего. В последнем видео я не стала даже показывать. Вот этот он был крошечный-крошечный. Совсем. Да, вот прям не глядя можно было выбрасывать. Но мы к нему чуть-чуть попозже. Мы к нему подойдем. А сейчас мы рассмотрим вот этот самый удачный оказался. Я на нем насчитала, по-моему, 7 завязей. 7 или 8 завязей. Прям вот обильно-обильно-обильно-обильно. Обильно. Полный восторг. Еще пока низенький совсем. Высота его сантиметров. Я даже боюсь, что сейчас попробуем взять линейку. Вот линейка. И высота его вот так 20 сантиметров, скажем. 20 сантиметров. Но, понятное дело, они будут еще расти. Полный восторг. Далее. Вернемся вот к этому маленькому рахитику. И я его не хотела в прошлом видео показывать. Считая совершенно неполноценное растение. Оставила. И представляете себе. Слабенький. Куденький. Назовем мы его рахитик. У него есть завязи. Вот они. Вот они, крошечки. Вот они, едва заметные. Они подрастут еще. Где у меня там рука? Вот они. Будет находиться на этом подоконнике. Вот крошечка. Пальцем не тыкаться каждый раз. Вот, посмотрите, какой крошечный. Это уже завязи. Вот посмотрите, крошечные совсем. Это завязи. Вот такого маленького растения. Высота которого, скорее всего, 18 сантиметров он уступает. Так, вот два обильно цветущих. Весь в цветах стоит. Весь. Пустоцвет. Ни одного нет. Самая большая, высота которого, сколько? Более 30 сантиметров. Ну, наверное, 30. Скажем так, 34 на 35. В предыдущем видео показывала пустоцвет. Сплошной. Можно было прям отказаться от него и выбросить. Нет, оставила. Друзья мои, завязи. Есть завязи. Посмотрите. Появились завязи. Остается. Будет расти. Правильно сделала, что не поторопилась. Что справила. Будем надеяться, что будет расти и будут появляться еще завязи. На этом, друзья мои, заканчиваю видео. Сорт, несмотря на то, что есть пустоцветы, просто очень маленькое количество семян. Было всего 7 зернышек. 7. Ой, простите, 7-6. Очень мало. Из 6 разошло 4. Если было бы большой выбор, а результат был, можно было бы отбор делать. Пустоцвет выбрасывать и те горшочки, в которых есть завязи оставить. У меня такой возможности не было. Поэтому я оставила все 4. На этом я заканчиваю видео, друзья. Говорю спасибо, чтобы остались с нами. Делитесь вашим опытом. И всего вам доброго. Пока. Пишите ваши комментарии.